Айк Бадалян Добрый день! Добрый день! На конкурсе в Греции, когда была объявлена номинация «Произвольное блюдо», Айк Бадалян произвольно приготовил котлету по-геевски, чем сразил, буквально сразил на повал жюри и получил приз зрительских симпатий. Так вот, именно эту котлетку я и попрошу его сегодня приготовить. Итак, называйте блюдо. Мы сегодня приготовим котлету по-геевски с картофельным пюре и овощами. Мы с Айком сразу хотим пояснить нашим уважаемым зрителям, что данная котлета по-геевски – это одна из вариаций на тему. Ну, тем не менее, продукты практически все одни и те же, да. Давай перечислим. Значит, что у нас под рукой? Просто соль с перцем, майонез, панировочные сухои, мука, яйца, куриное филе, ну и для гарнира картофель, кабачок и помидор. Ну, замечательно, тогда давайте начнем. Да, давайте начнем. Как? Делается котлета по-геевски, которая так поразила греческих судей. Значит, в первую очередь, естественно, котлета по-геевски – это… Нужна вот такая вот палочка. Давайте обратим внимание зрителей, нужна вот такая деревянная шпажка. Чем уникальна котлета по-геевски, сама, да, по себе, что она начинается готовиться с начинки, то есть изнутри начинается готовиться и потихонечку получается полноценный продукт. Начинаем со сливочного масла. Значит, масло сливочное, ну, холодильной температуры, будем говорить, пока что не замороженное, пока что. Берем обычный пергамент, высыпаем немножечко укропа и начинаем работать с маслом. Грубо говоря, мы его будем сейчас панировать. Масло в укропе. Этого надеваем сливочное масло, масло аккуратненько, на шпажечку. И просто панируем в укропе со всех сторон. Масло мы не солим, тут никакие не участвуют. Ничего не делаем, абсолютно ничего не делаем. После того, как мы сделали панировку укропом, мы его просто заворачиваем вот эту начиночку. Покажи, какая плёночка совершенно обыкновенная, обычная, да, есть в каждой кухне. Стараемся ложить более-менее на центр. И просто закручиваем, придавая такую определенную овальную форму. И кладем в морозильник? Да, совершенно верно. Насколько? Ну, так, чтобы оно уже было твёрдым, заморозилось. Твёрдым, как камешек такой хороший. Минут на 10-15. Масло отправили в морозильник. Заморозится до состояния камешка твёрдого. В это время? В это время мы готовим куриное филе. Разрезаем на небольшие такие полосочки. Это ещё одно отличие от... Классической котлеты. Классической котлеты по-киевски, да. Пока Айк нарезает, я хочу рассказать зрителям ещё одну историю из нашего греческого конкурса кулинарного. Объявили номинацию «Горящее блюдо из овощей», да? По-моему, из овощей? Где ты готовил икру вот эту, армянскую. Это было бесподобно вкусно, потому что Айк приготовил её в такой армянской манере. Овощи пахли дымком, он их как-то запёк прямо на газовой горелке. Не помню, что добавил, но я как член жюри съела всё, что мне... Обычно мы просто пробуем. Но эта икра была такая вкусная. Кстати, она тоже есть в меню ресторана «Вареничная номер один». Как она так получается, я не знаю. Я как не запекаю баклажан в духовке, но не пахнет он у меня дымком. Ах, вот есть икреты, есть икреты. Мы их будем выпытывать. Так, значит, филе превратилось в набор полосок. Да, в обычной полосочке, вот, совершенно непроизвольной формы. Вот, значит, мы их сейчас солим с перцем. Соль с перцем. У меня перемешана соль с перцем. Это тоже шефский секрет Айка Бадаляна. Белый перец и соль уже смешаны в пропорции 50 на 50, да? Запомните, пригодится. Значит, после этого... После этого... Берём обыкновенный майонез. Да, ложечку майонеза. Таким образом мы маринуем филе. Перед тем, как его приготовить. Полоски куриного филе маринуются в майонезе буквально 10-15 минут. В это время... Ну, в это время можно сварить пюре картофельное. Ага, то есть просто почистить картофель и поставить его на огонь. Да, да. Обычно простое картофельное пюре. О, заморозилось как следует. Да. Камешек такой. Вот сейчас вот начинается самое важное. Вот та самая кропотливая работа, о которой нас Айка предупреждал. Полосочки нарезаны произвольно, а нам надо бы сложить, говорится, в кавычках, мозаику, чтобы они не накладывались друг на друга. Да, теперь я понимаю греков, которые недоумевали, как армянин по происхождению. Шеф-повар украинского ресторана додумался до такой степени модифицировать котлету по Киевскому. Просто не боятся фантазировать на тему гастрономии. Все будет в порядке. Значит, после этого вот так аккуратненько выкладываем в муку. Вот так аккуратненько. Вот такими вот лодочкой нужно сложить ладони. И аккуратненько, нежно, я бы сказала, перебрасывать котлетку с ладошки в ладошку. Я тоже пробовала эту котлету по-киевски в Греции на острове Кри. Думаю, ну попробую чуть-чуть. Ну что там, я котлет, что ли, не ела по-киевски? И как только начала пробовать, поняла, что нет, вот такое-то и не ела. И вот такую стоит попробовать всем. Либо в киевском ресторане «Вареничная номер один», либо приготовить дома. После этого, как мы панировали в муке, еще один слой идет яйца. Так, тут тоже очень нежно укутываем его. После яйца мы его панируем в сухарях. Скажи, а в чем секрет, особенность этих полосочек? Ну взял бы целое филе, так же его замариновал, да и не морочил бы голову с полосочками. Так интереснее, так интереснее, так приятнее. Там получается, ну котлета вообще натуральная получается, любая натуральная котлета, она из целого филе. Котлета в нашем понятии из фарша. Да. Я выбрал нечто среднее. То есть и не целое филе, и не фарш. Гениально. За что получил международное признание. Еще один шефский секрет – это двойная панировка котлеты. Зачем? Это как бы не совсем секрет, это можно сказать даже… Технология. Да, обязательно технология приготовления котлеты. Вот после сухарей опять в яйцо. Она также исключает, мы как бы страхуемся от всевозможных трещин. После этого будем считать, что уже полуфабрикат готов. Значит, но он очень, ну как бы нежный в этом плане, он может не сохранять форму, да. Поэтому мы что делаем? Берем опять такую же кулинарную пленочку. Вот она у нас тут приготовлена. Вот мы хоть ее взяли. Вы мне помогаете, отлично. Да, да, взяли. Великолепно. Что мы делаем? Сейчас таки заворачиваем пленочку. Ложим в морозилку опять на 5-10 минут, чтобы она сохранила форму свою. То есть не до такого кабельного состояния замерзла, а просто схватилась? Да, да, чтобы она схватилась как следует. После 5 минут в морозильнике котлетка выглядит вот так. Она уже не мягкая, но и не такая каменная, как было масло. Разворачиваем. Мы ее разворачиваем. Грубо говоря, это у нас полученный уже готовый полуфабрикат. Мы сначала ее пожарим во фритюре, дабы придать ей золотистую корочку. И поставим в духовку? Потом поставим в духовку. Пока она будет готовиться, мы придумаем, что делать с гарниром. Придумаем. Подробный рецепт модернизированной котлеты по-киевски от шеф-повара Айка Бадаляна вы, как всегда, найдете в еженедельном журнале «Десять дней». После того, как мы достали котлету из фритюра, мы ставим ее на сковородочку или любую какую-то емкость с пергаментом. Но главное не забыть листик пергамента, постелить. Ставим в духовку при температуре 180-190 градусов на 15-20 минут. Так, котлета в духовке. В это время пюре сварилось. Осталось сделать... Гарнир. Некий овощной... Да. Гарнир мы будем делать из кабачков, помидоров с давлением незначительным, давлением чеснота. Помидор без кожицы должен быть, да? Да, бланшированный помидор. Ну, еще раз я напомню зрителям, чтобы снять кожицу с помидора, нужно его на несколько секунд опустить в кипяток, потом сразу в ледяную воду или в воду со льдом, и быстро и легко снимается кожура. Резка помидоров. Совершенно непроизвольно. Произвольно? Да, совершенно. То есть как получается, так режем. И помидоры отправляются туда же? Туда же, к кабачкам. Хочу напомнить, что пока готовится у нас гарнир, пока готовится у нас котлета, мы приготовили такую греночку с обычного батона. Вырезали лодочку и подшарили с двух сторон? Да, с двух сторон. На масло? Очень просто, да, да. И на ней мы будем выкладывать котлету пакетики. Вот, потому что мы уже приступаем к оформлению блюда, да? Будем сказать, что первая ступень... Это греночка. Первый пошел, да. Так. Тем временем готовится гарнир. Вовнутрь пюре выкладываем наш гарнир. Угу, такие гнездышки получаются, картофельно-овощные. Завершающий стрих, положим котлетку на греночку. Турчин специализируется на выпуске колбас и мясопродуктов только наивысшего качества. И еще недавно у них в ассортименте появилась новинка. Колбаска для пива без оболочки. Называется хмызок. Ты, наверное, не очень хорошо знаешь украинский язык. Хорошо знаю. Разумею. Хмызок. Хмызок. Хмызок – это хворост по-русски. То есть это то, чем можно хрустеть бесконечно. Блюдо от шефа сегодня представлял Айк Бадалян. Шеф-повар киевского ресторана «Вареничная» номер один. До свидания. Спасибо большое. Удачи. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита.